Здравствуйте! В прямом эфире программа события новости большого города на Средней Волге. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пионер. Главная тема выпуска. Дымом накрыло пол района. Под Самарой горели мазутные озера. Пора ускориться. Самарские теплоэнергетики на трех самых крупных объектах выбились из графика. Лучшие друзья – это не бриллианты. В День бездомных животных волонтеры навестили приют. Тревел-блогер товарищ Маяковский литературный музей открыл выставку, посвященную путешествиям поэта за границей. Ну и чем не Рио-де-Жанейро? Самара на выходных зажила в ритме танго. Четыремазутное озеро в Кировском районе Самары продолжает доставлять неудобства местным жителям. В селе Падовка полигон промышленных отходов существует еще со времен войны. С каждым годом соседство с ним все более неприятное. Происходят регулярные пожары. В эти выходные там горело 400 квадратных метров. Елена Малюцина побывала на месте. Эти озера называются мазутными и полностью соответствуют своему имени. Берег к берегу, как братья-близнецы, они находятся рядом друг с другом. На грязной красной воде толстая черная пленка, бочки, разрушенные мостки, а по берегам внушительные мусорные кучи. Полигон промышленных отходов в селе Падовка существует с 42-го года. В 2013-м был закрыт, исчерпал свои ресурсы. Четыре мазутные озера каждой площадью в гектар остались. Выгребная яма переработанных нефтепродуктов загорелась около полудня. Огонь распространился на 400 квадратных метрах. Местные жители рассказывают, такое соседство опасно. Из года в год здесь регулярно происходят пожары. А дым сильный был оттуда. Озера там есть. Озера. Потому что горело, да. Много машин было. И каждые два года вот так вот. А как вы думаете, почему такое происходит? А там много кто ходит. Там и дети бегают, и цыгане там есть. Малолетки бегают, поджигают. Дым здесь, говорят, стоял черный, страшный. Я не выходила на улицу. На место прибыли 28 сотрудников пожарно-спасательного подразделения по повышенному рангу опасности и 11 машин спецтехники. Тушили огонь несколько часов. Пожар был полностью ликвидирован в 15 часов 35 минут. Погибших и пострадавших нет. Угроза распространения пожара на населенные пункты и строения допущено не было. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. А пока местным жителям остается только надеяться, что в ближайшее время их неприятное соседство закончится, и озера будут рекультивированы. Елена Малютина, Константин Головин. События. Кубышевская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Это связано с трагедией, разыгравшейся под Самарой выходные. Во время аварийной посадки погиб пилот. Как оказалось, он совершил несанкционированный вылет. По информации транспортной прокуратуры, падение легкомоторного самолета Як-55 произошло в 13 часов 20 минут в двух километрах от села Подстебки Ставропольского района. В результате погиб пилот, он же собственник самолета Сергей Химич. Ему было 49 лет. Самолет совершил несанкционированный взлет с территории ООО «Химсервис», расположенного в селе Подстебки. На земле пострадавших и разрушений в результате падения нет. Новый Самаре – новая школа. Глава города Елена Лапушкина встретила с жителями края, чтобы рассказать о строительстве нового учебного учреждения. Когда репетишки из Красноглинского района смогут ходить в собственную школу, расскажет Анатолий Головко. Лучшее оборудование и сильные педагоги. Уже совсем скоро в Новой Самаре начнут строить школу, у которой нет аналогов в России. Для возведения объекта разработали уникальный проект для конкретного микрорайона. Новая школа будет рассчитана на 1200 мест. Дети смогут учиться в одну смену. Февраль 2021 года – это завершение строительства. То есть мы планируем, что с 1 сентября 2021 года школа будет абсолютно готова, и учебный процесс будет начат. У местных жителей и городских властей не осталось разногласий по строительству дороги. Кроме того, самарцы не стали протестовать против вырубки деревьев. Это необходимо для того, чтобы расчистить площадку под учебное учреждение. Деревья мы с вами можем посадить всегда. К огромному сожалению, школу мы не всегда с вами можем построить. У нас с вами есть уникальная возможность подкрепленное финансирование всех бюджетов на строительство действительно качественной, хорошей школы. Инициативная группа поддержала Елену Лапушкину. Местные жители поблагодарили мэра за плодотворную работу и чуткое отношение к проблемам горожан. Мы бы хотели сказать спасибо за ваше внимание к нам, что вы наши просьбы, чаяния всегда таким большим коллективом обрабатываете. Нам это тоже как жителям очень приятно. Мы видим ваш отклик от властей, чувствуем вашу поддержку. Спасибо. Напомним, что дорогу в Новой Самаре должны построить до конца 2019 года. Школу сдадут в эксплуатацию в 2021 году. Молодых мам с детьми также интересовал вопрос медицинского обслуживания и строительства детского садика в микрорайоне. Мэр Самары пояснила, что эти вопросы сейчас прорабатываются совместно с областным правительством. Анатолий Головко, Максим Гусев. События. Школы, детские сады, котельные, жилые дома, самарские коммунальные службы активно готовятся к зиме. В селе укладывается в график, выясняли на еженедельном совещании в мэрии. Особое внимание трем самым крупным участкам теплотрасс, где все еще продолжается ремонт. Лариса Шалафаст продолжит тему. Коммунальные службы города готовятся к зиме. Особое внимание участкам теплотрасс, где в этом году перекладывают трубы. По информации департамента городского хозяйства, сейчас продолжается работа на девяти объектах. Идут в графике. Еще по трем участкам теплоэнергетики из графика выбились. Закончить ремонт должны в сентябре. Те, которые останутся до 15 сентября, это Старозагора, это Ташкентская и у нас остается еще один объект, который мы будем делать. Это физкультурные. Глава города Елена Лапушкина поручила особое внимание обратить на благоустройство территорий после завершения ремонтных работ. Максимально заделось вскрытие к 1 сентября, к фестивалю цветов по центральным улицам, где у нас будут люди гулять. Но и 1 сентября около школы совершенно точно никаких вскрытий быть не должно. Общая готовность всех объектов соцсферы 80%. Школы и детские сады в преддверии 1 сентября проверили и комиссии Роспотребнадзора и МЧС. Это работоспособность обеспечения обслуживания системы автоматической противопожарной защиты, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов чердаков и подвалов. Что касается котельных, они подготовлены к работе в холода на 65%. Жилой фонд на 76%. Также в каждом районе ремонтируют кровли. Глава города поручила районным администрациям лучше контролировать подрядчиков. Отставания от графика быть не должно. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров. События. Заплатят все. В Самаре судебные приставы провели рейд по должникам, индивидуальным предпринимателям. Только с начала этого года к ним поступило около 40 тысяч постановлений. С нежданным визитом у одного такого недобросовестного коммерсанта побывала Мэри Елчан. Судебные приставы-исполнители нагрянули в магазин оптики предпринимателя-должника, расположенный по адресу улицы Победы, 84. Такой визит оказался неожиданным для продавца салона. Она и не знала о долгах владельца перед налоговой. До самого директора дозвониться удалось не сразу. Как оказалось, живет он не в Самаре, потому приехать сразу в магазин не может. Кассу судебные приставы опечатали. Следовательно, и рабочий день закончился, не успев начаться. Кассу мы в любом случае опечатываем. Вы приезжаете, оплачиваете у нас владелец свою задолженность, и кассу вы распечатываете. Оказалось, предприниматель не платил налоги и задолжал государству более 40 тысяч рублей. Если он не погасит долг в ближайшее время, его привлекут к административной ответственности. Рейды проводят у нас еженедельно. То есть меры эффективные, в принципе. Должники оплачивают, либо уже на выезде сразу онлайн оплачивают, либо приезжают нам в отдел. У нас имеется терминал, где они тоже имеют право оплатить. С начала года в межрайонный отдел судебных приставов поступило около 40 тысяч постановлений о взыскании налоговых платежей на общую сумму свыше 2 миллиардов. Мэри Илчан, Василий Кладашов, События. Глава города Елена Лапушкина проверила, как идет ремонт дворов в Советском районе. Сделано немало, но и недочетов хватает, о чем жители и рассказали городоначальнику. Валерия Куценко расскажет, как и где их будут устранять. Пенсионерка Валентина Яшина уже 22 года старшая по 23-му дому на Советской армии. Внимательно следит за ремонтом своего двора, который проводится по программе формирования комфортной городской среды. Глава города Елена Лапушкина оценила ход работ и пообщалась с жителями трех домов, выходящих во двор. Мы включили три дома. Пятый дом, седьмой дом и нас. Все у нас составлено, все было посчитано. У нас 75 листков документов, каждый листочек подписывал. Все это сделано, все учтено. И вот мы попали в эту комфортную среду. Подрядчики работают очень хорошо. Без 15,8 они уже здесь и до 8 часов работают. Лапушкиной спасибо, что она в свое нерабочее время объезжает все дворы, со всеми разговаривает. Во дворе ремонтируют две площадки – детскую и спортивную, на которой установят теннисный стол. Рабочие положат новый асфальт, безопасное резиновое покрытие и обнесут площадку четырехметровым ограждением. Глава города особое внимание уделила участку дороги вдоль седьмого дома по улице Корякина. Его расширяют для строительства парковки. Подрядчики обещают разобраться с освещением участка, где как раз и будет новый проезд, и провести опиловку старых деревьев. Во дворе на улице Советской армии 181 рабочие на детской площадке монтируют безопасное покрытие. На территории уже установлены фонари. Мусорные контейнеры обнесены специальным ограждением, которое не позволяет распространяться неприятному запаху. Ведется отдельная сортировка пластиковых бутылок. Парковка находится на обратной стороне дома. Во дворе малыши могут гулять, не опасаясь машин. Для этого сразу делали без ограждения. Вы же видите, у меня все газоны. На газонах стоят конструкции металлические. Это делали мы, специально, конечно. Потому что люди разные. Жить в этом дворе приходится по-разному. Но в основном к нашим правилам, кто уже привык, все довольно исчезли. Основная претензия Елены Лапушкиной к этой территории – полуразрушенные бордюры. А кто сломал бордюры здесь? Ну, здесь техники. Нет, мы их восстановим. Восстанавливайте. Подрядчики обещают закончить ремонт не позднее 25 августа. Поэтому наша инициатива, если реализуется, мы просто счастливы. На самом деле, и жители нас очень довольны. На самом деле, ждут эту площадку очень-очень даже детки нашли. Спасибо. Любую инициативу. Любую инициативу. Самое главное – не отсиживаться дом. К 15-му дому на Запорожской, где проводится ремонт двора, уже четверть века. Местные жители сетуют на узкий проезд, по которому невозможно проехать автомобилем пожарной и скорой помощи. Когда узнали о программе, сразу подали заявление для участия в благоустройстве своего двора. Мечтает о спортивной площадке, на которой можно будет играть в футбол. Глава города отметила, для этого нужны высокие ограждения. Владимир Владимирович, вы по практике увидите, что у вас будут жаловаться жильцы по поводу того, что мяч вылетает с площадки. У вас будет мяч перелетать и сюда, вот. Уж извините, сразу расскажу, и на тех, кто у вас в теннис играет. Если что, в следующем году, значит, надо будет наращивать. А это же футбол. В скором времени во двор завезут безопасное покрытие для детской площадки. Территорию огородят небольшим забором. Сейчас нужно убрать заросли и поменять старые скамейки около подъезда. Елена Лапушкина выслушала пожелания жителей. Хорошо. Хорошо. Кто ждете? Ну, 1 сентября, все, говорят. Мы пожелали во всех дворах так жить. Не во всех дворах такая активность, к сожалению. Вот там, где проявили активность, где есть такие старшие по дому, там с мертвой точки все сдвигается, работы ведутся. За помощью главе города обратилась активистка дома на Печорской, 154, Юлия. Вместе с соседями она мечтает преобразить свой двор. Вместо старой детской площадки теперь там разруха, а после сноса гаражей остался мусор. Мэр осмотрела территорию и поручила главе советского района Вадиму Бородину разобраться с проблемой. Когда дорожники заберут все свои стройматериалы, заходите сюда, выравнивайте просто. Вот чистую выравнивайте и засыпайте асфальт крошкой пока. Пусть люди хотя бы паркуются. Важно желание и инициатива. Вы одним домом можете заявить эту территорию, благоустройство, сдать документы в район. Вы можете участвовать в программе «Комфортная городская среда». Вы можете участвовать в программе «Содействие». Работы на всех объектах должны завершиться этой осенью. Напомним, всего в Самаре благоустроят 40 дворов по программе формирования комфортной городской среды. К приемке работ застройщикам предстоит устранить все замечания. Валерия Куценко, Константин Головин. События. Далее коротко о других событиях дня. 69 рабочих из Узбекистана, трудившихся в компании «Кошелевский посад» и попавших в больницы Самарской области, могли отравиться подсолнечным маслом. Такую версию озвучило Ульяновское издание. По данным портала, 69-летний житель села Михайловка Ульяновской области когда-то давно делал масло, но уже много лет маслобойню забросил. Но недавно к нему обратился знакомый из Изранского района, который попросил сделать масло. Знакомым пенсионера оказался сотрудник «Кошелевского посада». В итоге надавили 200 литров масла. 15 литров заказчик оставил фермеру за работу. Остальное загрузил в машину и увез. Пенсионер оставил часть масла себе, часть отдал дочери. Та, в свою очередь, несколько литров продала коллегам. В итоге 8 человек, попробовавших масло, попали в больницу с отравлением. В их крови обнаружили кумарин – производное вещество крысиного яда. Двое взрослых умерли. Еще четверо взрослых и двое детей сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Вскоре после этого в больнице Самарской области с симптомами отравления доставили 69 граждан Узбекистана. По последним данным, один гражданин Узбекистана умер. Четверых госпитализировали в клинику Москвы. Следователи Сызранского района изъяли 180 литров предположительно отравленного масла. Но 20 литров кто-то успел реализовать. Кому – пока неизвестно. Выясняется и то, как сотрудник Кошелевского посада мог вывезти с предприятия семечки, которые, возможно, заготовлены для мора мышей и крыс, а вовсе не для употребления человеком. Найден пятилетний мальчик, приехавший погостить к бабушке и дедушке в Тольятти из соседнего города. Родственники заявили о его пропаже в воскресенье в полицию, а волонтеры-поисковики готовились прочесывать город ночью. Однако этого не потребовалось. Тем же вечером мальчика обнаружили в заброшенном саду довольно далеко от дома. Вместе с новыми друзьями 6 и 9 лет он там ел яблоки и пытался разжечь костер, чтобы согреться. В Самаре на выезде из города около торгового центра «Мега» сбили косулю. Фотографии инцидента выложили в соцсети проезжавшие мимо водители. По словам очевидцев, животное выскочило на дорогу с обочины. После удара скончалось от полученных травм на месте. Свидетели утверждают, что животное бежало в сторону Волги. Профессиональный рыбак из Самары выловил карпа весом почти 18 килограммов на водоеме Ростоши близ села Бариновка Нефтегорского района. Гигант попался на удочку рыбака утром в субботу и позволил мужчине обновить личный рекорд на 2,5 килограмма. Водоем, где водится чудо-рыбка, славится крупными особями. Но этот год для рыбаков выдался крайне нерезультативным, что дополнительно придало массу удовольствия в поимке Большого трофея. Рыба по правилам картфишинга была выпущена в родную стихию. На верхний плавник была установлена бирка для дальнейшего отслеживания рыбы, а также назначена награда за повторную поимку трофея, уточняют в группе. В Самару пришла аномальная жара. Погоду в регионе будет определять повышенное атмосферное давление. Осадков не ожидается. А температура воздуха вернется к летним значениям и местами превысит свою климатическую норму, сообщают синоптики. Во вторник, 20 августа, сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем 29-34 градуса, ночью 17-22 градуса. В среду, 21 августа, продолжится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем 26-31 градус, ночью 16-21 градус. Аргентина в Самаре. На городской набережной прошел танго-флэш-молв. Под латинские ритмы станцевали десятки пар. В том, что самарское танго не уступает по экспрессии латиноамериканскому, убедился Семен Безгинов. Это соединение мыслей, движения, воплощение движения за счет музыки. И плюс поднятие настроения и тонус. Михаил Брулев ремонтирует квартиры, а в свободное время танцует танго. Говорит, танцевать начал еще три года назад, чтобы составить пару своей девушки. Девушка ушла, увлечение осталось. Сегодня Михаил и другие самарцы участвуют в танго-флэш-мобе на набережной Самары. Мужчине нужна женщина, женщине нужен мужчина. В танце рождаются искусство, счастье, любовь. Танго все это дает. Горожане приняли инициативу с радостью. Очень приятно. Заметно, что люди подготовленные вышли. Полюбоваться пришли, как люди умеют танцевать. Позавидовать в хорошей завистии. Смотришь направо – танцуют танго. Смотришь налево – играют спортивные игры. Классно, приятно смотреть, даже не заинтересованно. Такие же флэш-мобы одновременно прошли и в других российских городах. Самарские организаторы пообещали на этом не останавливаться. Семен Безгинов, Константин Головин, События. В Самаре побывали туристы-участники межрегионального проекта «Поезд на пленэр». Гости – профессиональные художники из Пензоу, Ференбурга, Казани и Москвы. Они смогут запечатлеть живописные места села Ширяева, где когда-то творил Илья Репин. Подробности у Ларисы Шалафаст. Вот мой чистый холст. Через два часа вы посмотрите, что получилось. Потому что у меня есть вот такие краски с собой. Художник и блогер из Уфы Альбина Антипова делится впечатлениями об участии в новом проекте со своими подписчиками. В Ширяево девушка впервые. Признается, места очень красивые. Природа очень красивая, мир очень красивый. Это все завораживает. И нельзя пройти просто мимо, не нарисовав. Проект «Поезд на пленэр» проходит по национальному проекту «Культура» и является продолжением проекта «Культурные выходные», который нацелен не только на популяризацию путешествий по железной дороге, но и на развитие внутреннего туризма, формирования имежа региона. Профессиональные художники из Пензы, Уфы, Оренбурга, Казани, Ярославля и Москвы запечатлели живописные места села Ширяева, где когда-то творил Илья Репин. Лариса Шлафаст, События. Маяковский – современный блогер. В Самаре открылась выставка, где по замыслу ее организаторов сам поэт рассказывает о своих зарубежных поездках. Где одевался Владимир Владимирович, какими ему показались Париж и Нью-Йорк, узнал Семен Безгинов. Маяковский тревел-блогер. В Самаре, в Горький центр, открылась выставка, посвященная заграничным поездкам поэт. Его туры по зарубежью показаны через очерки, стихи и письма и оформлены как посты в соцсетях. На выставке Маяковский представлен как обычный современный турист. Ему близко и материальное, и духовное. Так в Париже в первую поездку поэт знакомится с Пикассо. Он потом написал, «Бывал у меня один русский поэт, тоже высокого роста, Маяковский, но тот шагал впереди толпы, а вы шагаете в толпе». Он успевает за небольшой промежуток времени заключить договор с издательством на издание поэмы «150 миллионов». Для него нет каких-то второстепенных вещей. Он действительно совмещает и работу, и в некотором смысле отдых. Это рубеж десятилетий, наш с вами рубеж десятилетий, наши с вами подходящие к нам 20-е, о которых тоже уже, наверное, надо начинать думать, представлять их и сравнивать с теми 20-ми, которые были 100 лет назад. Выставка «Хронологический тур по последним годам жизни поэта». Заграничные поездки Маяковского длились с 22-го по 29-е годы. Америка, Франция, Германия, Латвия. Первый раз за границу поэт уезжает, еще мечтая о светлом и счастливом будущем. Для всех. Вот этот эскиз к мистерии БУФС с самолетами, трубами, вот такими продуктами. Это действительно мечта Владимира Маяковского. 29-й год, последняя поездка. Меняется восприятие России после взгляда на заграницу. В глазах надрыв и усталость. Поэту запрещают поездки за рубеж, а юбилейную выставку власть и вовсе игнорирует. Что было дальше, хорошо известно. Те же выискания Маяковского за границей, ну, как бы об этом для меня новшество. Я никогда не знал, что он работал в рекламе. Это личные фотографии Маяковского, его знакомых, семьи, то есть вот с кем он общался в этих поездках. Вот это интересно. Я сейчас себя ощущаю не на выставке, а внутри происходящего события. Как будто я там схожу с парохода. Совершить путешествие с Вадимиром Маяковским можно будет до 31 ноября. Выставка проходит в Горький центр. Семен Безгинов, Константин Головин. События. Солнце, горячий песок, спортивные игры. В Самаре официально открылся фестиваль пляжных видов спорта «Самара Кумыс Фест». Кто соревновался за призы, расскажет наш корреспондент. Решили попробовать в пляжном футболе развлечься, съездить в прекрасный город Самару. Ребята очень довольны. На поле выходит уральская команда «Жилаев-Нан». Вместе ребята играют уже шестой год. В родном городе они забрали много призов, но на песке футбол играет в первый раз. Фестиваль пляжных видов спорта «Самара Кумыс Фест» собрал участников практически изо всех российских городов и зарубежных стран. Сегодня он открылся официально. Самар всегда живет в спорте. Мы с вами буквально в прошлом году встречали чемпионат мира по футболу. И сегодня, которое мероприятие проходит, оно самое крупное в России. У нас 56 городов здесь. Пляжный волейбол, солнце, Волга, леон, песок. Это просто очень круто само по себе. Здесь можно поиграть. Игры проходят на первомайском спуске. Здесь соревнуются в четырех видах пляжного спорта. Волейбол, футбол, теннис и регби. В фестивале принимает участие более тысячи человек. Это фестиваль знаковый, потому что он показывает, насколько много усилий наша администрация вкладывает в развитие делов из культуры и спорта, как она старается воплотить все те стандарты федерального проекта «Спортнормы жизни». Самаре прекрасная площадка и условия для проведения настолько масштабных. И не секрет, что мы здесь сделаем закрытие только потому, что здесь великолепные и администрация, которая с нами сотрудничает. Самые лучшие получили призы, в том числе и денежные. Призовой фонд фестиваля – один миллион рублей. Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарегис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!